Сегодня мы поговорим о методе голодания профессора Зиганшина. Что же происходит с организмом человека при голодании? Вот интересная цитата восточная. Человек ест слишком много для того, чтобы жить. Ему хватило бы и одной четверти того, что он употребляет. Остальные три четверти расходуются на то, чтобы дать жить врачам. Вот такая восточная мудрость довольно ясно объясняет, откуда у человека возникают болезни. Одним из мощных физиологических механизмов исправления поломок в организме под названием болезнь является голодание, при котором организм сам избавляется от шлаков. Если бы животные могли говорить, то они сказали бы, что единственным путем избавления от физических недугов может служить только голодание. Это природный инстинкт, который по мере развития цивилизации человек утратил. Недаром различные религии в своих учениях организуют посты различной продолжительности, считая, что голод является отличным средством сохранения и поддержания здоровья. Если нет пищи, организм включает свои резервные механизмы и начинается так называемое эндогенное питание. У любого больного много энергии тратится на устранение того или иного патологического процесса, или ее недостает на довольно трудоемкий процесс переработки пищи, что еще больше усугубляет состояние больного. Мы знаем, что любое животное, если заболело, перестает кушать, пьет только воду и выздоравливает, то есть поступает умно, а человек все делает, как правило, наоборот. Во время голодания усиленно вырабатывается гормон роста, благодаря которому замедляется процесс старения. Организм обладает большой потенциальной способностью к самоисцелению, своего рода гомеостатическому механизму саморегуляции, соответственно процессу очистки от шлаков. Голодание – это время физиологического отдыха в том числе. Вот интересный способ академика Зиганшина, что он нам предлагает. На ночь 5-6 штук кураги завариваются в термосе двухлитровом, наливаем туда кипяток, добавляем немножко лимона и можно 2-3 столовые ложки яблочного уксуса. Такая вода выпивается в течение дня. Это своего рода такой витаминный напиток. Воды можно туда доливать по мере ее расходования. Чем больше пьете воды, тем лучше. Появилось желание поесть – выпил воды. Снова появилось желание поесть – опять вода. В течение дня можно съесть один апельсин, можно сразу, а можно по дольку в течение дня. Утром и вечером надо раскрошить по одной дольке чеснока, положить в стакан и выпить. Два раза в день с водой принимать морскую капусту. Утром и вечером выпивать по 2-3 столовые ложки магнезии и после ее приема далеко не отходить от туалета. Это что касается утреннего приема пищи. Вечером все, что было в термосе – съесть. Если урюк был с косточками, можно попробовать разжевать и съесть его тоже полностью. Два дня питаться так, и следующие два дня – голодание только на воде. И так чередовать в течение двух недель. При приеме воды можно использовать немного меда, растворив его в воде. Но при этом также профессор Зиганшин рекомендует прогулки на свежем воздухе. Никаких серьезных физических нагрузок. Просто обычная ходьба в умеренном темпе. Такое голодание проводится 2 недели. В первый день после голодания овощные супы, можно тушеную капусту. Есть надо мало, хорошо пережевывая пищу. На второй день суп, соки, овощи, салат. А затем уже переходить на каши. На этот период временно нужно отказаться от мясных, белковых, бульонов и любых мясных продуктов. Вот за этот двухнедельный период, если по этой системе Зиганшина все это делать, то кто склонен к полноте, можно похудеть за 2 недели на 10-12 килограмм.